Привет, меня зовут Эльдар Бродвей, и сегодня я покажу, как угонять машины с парковки. Итак, давайте... Ой, блин, это же не то видео, подожди. Фух, только что с работы работаю в цирке директором по уборке гал... Многие, когда бывают в Екатеринбурге, обычно посещают самые популярные места, которые есть в гидах. Но от них остается скрыто то, что Екатеринбург является рекордсменом по необычным памятникам. И упоминания этих необычных памятников не всегда можно найти в туристических гидах. Например, памятник Эльдару Бродвею. Он вообще не существует не только в гидах, но даже в реальности вообще. Он существует только в сумасшедшем сознании маленького голубоглазого блогера. Я думаю, что многие эти памятники видели в интернете, но даже не догадываются о том, что они находятся именно в Екатеринбурге. Так вот, сейчас я покажу вам наши шедевры, а поможет мне показать все, что до этого было скрыто новой Asus Zenfone 2. Специально для вас я сделаю селфи-слайд-шоу в необычных ракурсах с памятниками. Это памятник великому ученому, который синтезировал мою любовь к уличным танцам. Майкалу Леонидовичу Джексону. А теперь давайте сделаем с ним вместе селфи. На, держи, фотографируй. Итак, мы находимся у памятника основателю города Екатеринбурга и великому человеку-изобретателю обуви. Гена Букин. А это знаменитые екатеринбургские памятники изобретателю железных, чугунных велосипедов, которые не ездят, но пугают людей. Главное, их цель не спорт, а запугивание. И он все делает ногами, ну, помимо того, что крутит педали, он еще делает с ногами селфи. Погнали! А теперь покажу мелкие детали, на которые обычно никто не обращает внимания. При помощи снимков 52 мегапикселя. Функция, которая мне нравится, это функция селфи. Главный прикол в том, что там вы в реальном времени делаете редактуру. Я, например, отредактировал собаку, вон. Я ее искусно вставил из воображения. Да нет, Жуде, ну не так, конечно, все невероятно. Ой, собачулька, подушечка. Так, и значит, тут прикол в том, что можно делать разные настройки. Например, вот смотрите, у меня стоит, выбираем глаза и ставим, вот, обычно это стоит пятерка, можно поставить десятку, и тогда глаза получаются огромные. Ну, как бы, если у вас маленькие глаза, у меня они и так огромные. Можно еще что-нибудь, например. Например, можно сделать тонкие щеки. Ну, вы знаете, что это распространенная среди блогеров, как сказать, такая особенность, как жирнота. Поэтому можно вот сделать десять, смотрите, и смотрите, оно делает лицо немножечко... Я становлюсь вообще совсем няшным. У меня огромные глаза. И тонкие щеки. Одна из моих любимых функций в Zenfone это панорама. Мне нравится снимать большие снимки, потому что большие снимки, они выглядят так, как будто бы кусок реальности, который можно взять с собой и носить в кармане. Выбираем панорама в приложении фотоаппарат. Так, панорама, панорама, много всяких приложений прикольных, вернее, функций. Выбираем панорама и начинаем снимать. Вот, обратите внимание, радуга появилась. Настолько я крутой блогер, что могу позволить себе, ну, тот только в йо-бурге, но могу позволить себе реально радугу. Хотите, 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 бургеры начнут с неба падать. Нет, это как в следующей рекламе. Давайте снимем панораму. Смотрите, поехали. Видите, радуга попала, прикольно. Все, готово. Смотрим теперь. Вот такой вот прикольный панорамный снимок получился нашего славного города Екатеринбург. Вместе с радугой, с нависающими тучами. Прикольно. В общем, ребята, конкурс начался, так что дерзайте, участвуйте, побеждайте. Вы можете выкладывать в инстаграм подобные снимки, если я буду говорить, вау, как ты их сделал, а ты того говоришь, при помощи Asus Zenfone 2. Бам! Субтитры сделал DimaTorzok